добрый вечер дорогие друзья давно меня не было слышно по комментариям и отзывам я слышу что вы соскучились в виду таких сложных коронавирусных условий карантинов было очень много дел поэтому мы не могли с вами встретиться сегодня мы с вами приготовим календолмасы по нашему календолмасы существует много рецептов из бакиши риндолмасы из календолмасы шабалет на сегодня мы сделаем шабалетом то есть с каштанами нам нужно будет где-то грамм 300-400 у нас здесь фарш до на этой то есть говядина да и где-то грамм 200-300 у нас фарш уже перемолотые баранина вот ведь вы по цвету можете заметить для начала нарежем лук мелко-мелко вот дорогие друзья это лук вот наши перчатки резиновые это кошмар покупаем везде и всюду голубые розовые черные и белые там еще прихожей у нас есть спирт вот так добавляем сюда здесь у нас круглый дом буду едет две столовые ложки с половиной ему помыла теперь нам нужно нарезать зелье здесь один пучок щуют один пучок кишниш это значит укроп и кинза остальное там соль перец сарычок тоже сюда добавим зелье извините руками я могу почувствовать сколько посадить учитывая то что глаз наметан это соль немножко добавим перец для вкуса так помимо свежей зелени я добавляю сюда для вкуса щепотка менты сухой да ну и чуточек я добавлю сюда наш любимый сарычок обожаю сарычок в любом блине круглый то есть а если такой рис такой можно не желательно не тоже не желательно у людей дома нету но как можно купить если вы положите сюда обычный лизон при варке разбухнет и у вас все мясо будет многие добавляют фарш сюда еще томат но у нас сейчас есть свежие помидоры поэтому я не буду делать мы сделаем отдельно помидорное такое подлива как я чуть позже покажу а многие вот сюда фарш прям добавляет еще в столовую ложку томата то есть мне кажется лучше все-таки живой нет зимой можно добавить сейчас у нас есть помидор я сделаю отдельно нужно взять с вами такую широкую кастрюлю я имечку воду наполнила на полный ход чтобы она у нас скипела капусту надо естественно листики отделить но чтобы их отделить на немножко их сварить а то так они ломаются надрез капусту чтобы листики подходили до крепкая капуста ждем как вода скипит положим туда нашу капусту пока наша вода подходит можно положить целые каштанки но я все-таки их поделю чтобы они были понежнее вот так по половинке не крупненькие то были слишком грубые невкусно это даже я вот поделюсь продолжаем возьмем три таких средних помидоры сейчас посмотрим очищаем от кожуры по-моему естественно мы сделаем такую небольшую как бы подливку из помидоров зимой можете вот фарш положить немножко томат и сделать такую сковороде тоже подливку из томата тоже вкусно бывает берем маленькую такую сковородушку может чуть-чуть вот посолить и все сделаем такую подливку из помидоров наша вода уже подходит может бросить сюда нашу капусту чете уже вот в размерку я снял одну так как она снялась вот одна один слой снялся капусты вы его долго не отваривать две секунды она размягнет и уже снимать так грубые места вниз вот это я уже снимаю вот это тоже снимаю а как ты понимаешь что она даже размякнуть чтобы ее можно было сворачивать она же так трескаться будет а переваривать тоже не нужно потому что она потом и так будет вариться с мясом вообще будет разварена и здесь снимаем дальше сколько вам нужно довольно-таки удобно на другой варианта нет потому что листики так они люди я видел что там делал как отдельно нарезать листья отдельно забросают они с ними также снять листья невозможно так когда снимаешь листья они все ломаются наши листики и спокойно можно сворачивать вот такая методика многие хозяйки это все знают чарен долма сует это конечно классика подойдем наше мясо лучше обалует и вот так аккуратненько как гнездо там все получился ну да гнездо жку нас вот так распределяем на глаз платим шабалов и так аккуратненько сворачиваем у нас уже трое у нас сдам на газ у нас в квартире газ наша долмушка готова я крутила газ так посмотрите карстанчик остался я его возьму сюда красивенько соберу он никому не помешаетесь лишний каштан никогда не бывает каштанчик у нас остался как твои руки сможете красиво без перчаток перчатки меня убили видишь какая я красиво наша подливка томатная пюре аккуратненько такая все какая все-таки наша азербайджанская кухня богатая это обычная рецепт карандолмаса еще есть баке карандолмаса это без шабалу да она бывает сладкая сладкая щеленькая щеленькая вот так все воды нам мало поэтому я сюда добавляю немного воды все у нас остались листики можем вот так я одеяльце сделать капусту прикроем так и аккуратненько заодно капусточку оставим все ставим на маленький огонь и она где-то у нас будет вариться как закипит где-то час полтора капах крышку закрываем еще может начаться до 1 час покажем один раз а потом вот это наши виноградные листья скоро мы будем делать дому кстати мичаил тебе огромное спасибо я у тебя на канале написал что пожалуйста по-братски сделанные листья ты для меня собрал виноградные листья спасибо тебе большое мичаил мой хороший близкий друг даже тоже кстати блогер михаил алискеров мика спасибо большое еще раз мы будем ее переваривать с праздником всех для кого-то с наступившим для кого-то еще уже наступившим всем счастья всем здоровья хочу поздравить всех наших братьев сессер мусульман что все у них иншаба получилась и все задуманное сбылось самое главное чтобы от этой гадости коронавируса избавились и никому больше ни болезни ни смертей всем всего хорошего всегда мы я ваш файк и смайл а это наша азербайджанская карен долгман с шабалатом шабалат это каштан